Здарова, котины! Позвольте вас немного отвлечь перед началом ролика и познакомить со спонсором данного видео, молодым и активно развивающимся игровым каналом. Здесь вы найдете прохождение по разным игровым новинкам, будь то всеми известные проекты, так и просто новые игры, о которых еще мало кто знает. В частности, из последних новинок вы сможете здесь найти Калисто Протокол. Также весьма интересную игру про паровозик, немного старого, но всеми любимого страдания в Dark Souls 3. Ну а если вы хотите еще поиспытать свою удачу, то автор данного канала сделал небольшой розыгрыш на 1000 рублей. Так что заходите по ссылке в описании, зацените его ролики, поучаствуйте в конкурсе и если вам зайдет данный канал, то обязательно подписывайтесь и поддерживайте автора. Большой привет всем зрителям, с вами Катархонда, это Херцу Феррин 4 и только танки за немцев, вторая часть. В первой части мы разобрались в Европе, победили союзников, теперь же у нас с вами цель разобраться с американцами, с Советским Союзом и может быть на закусочку еще с японцами, разберемся. Вам зашел ролик, многие просили предложение, поэтому давайте реализуем. Вдобавок, чтобы был своеобразный интерес, я еще себе поставлю целью создать под финалочку танковую дивизию, в которой будут находиться легкие модели, амфибии, средние танки, тяжелые и даже сверхтяжи. Да, я хочу создать парадную дивизию танков, где все наши основные модели будут действовать. Притом не просто обычные танки, а разных вариаций, САУ, ПТ-САУ, также ПВО модели, все это вместе собрать в одну странную дивизию. Да, никто такой скорее всего играть не будет, но чисто как парадная дивизия, чтобы представить все модели наших танков, я хочу сделать. Чтоб этакая интересная цель для этого ролика была не только победа всех и вся, а еще такой небольшой заходик. Надеюсь, он вам понравится. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее, накладывайте себе покушать, и я желаю вам как приятного просмотра, так и приятного аппетита. Давайте стартовать. А вот и пошли выплаты по векселям. На самом деле не так уж и критично, всего-навсего на полгода 20% фабрик теряешь и 130% политической власти. Не страшно, мы переживем, экономику восстановим, добавок к этому у нас сейчас заканчиваются инновации в армии, и я думаю, самое время подкопить сейчас политическую власть и пойти на завоевание на Америку. 125 дней, это, конечно, очень долго, но я так понимаю, выбора-то у нас особого нет, нам все равно придется это время отыгрывать. Так что сейчас накопим политическую власть и начнем оправдание. Я уже отправил туда свою танку в армию, в скором времени она прибудет, и, надеюсь, мы сможем здесь сотворить красоту. Так, Италия пошла на Грецию, ну что ж, пожелаем ей удачи в этом бою. Румыния уступает Бессарабию, ну и да, мы такие сильные в Европе, что давайте пожертвуем Болгарии истребителям. Они соглашаются, 12 истребителей. Очень хорошая поддержка, с учетом того, что мы с вами в день почти столько истребителя производим. Так, Югославия, смотри-ка, отдала территории, согласилась, и Болгария, и здесь отдала территории, и Венгрия. Ну и теперь мы давим финальную судьбу Югославии. Япония, тройственный пакт, отлично. Правда, не знаю, зачем ей этот пакт с нами. Может быть, в данном лоре она надеется, что мы вместе создадим угрозу для Америки, но, по-моему, даже в одиночку мы с вами с этим вполне себе совладаем. Оправдание готово, но я немножко подожду. Связано это, во-первых, с судьбой Югославии, во-вторых, с тем, что итальянцы почти победили Грецию, было бы неплохо, если бы они смогли это сделать сейчас, чтобы Греция потом просто не объединилась с американцами, и, естественно, в битву с Америкой не влезли итальянцы. Но, кажется, они не смогут это завершить. Они очень и очень слабы. Ну что ж, аннексировать Югославию, сделать Хорватию марионеткой, остальное аннексировать, сделать просто вассалов. Отлично. Два вассала под нашим контролем. Единственная проблема в том, что их здесь нам дают, да, протекторатами, которые не особо полезны. Хотя бы вот комиссариатами давали, было бы еще получше. Но, ладно, не будем жаловаться. Главное, что Югославия теперь тоже официально вошла под наш контроль. В наш альянс, в целом, проще говоря, объединилась с нами. Ну и теперь уже, да, можно готовиться к битве с американцами. Войска готовы. Прекратим сейчас тренировку немножечко. Подождем, пока наши танки подготовятся. У нас есть здесь небольшая авиация. Конечно же, немножко с ее действием мешаются. Вот, подправили ситуацию. Вопрос здесь... Нет, здесь они очень долго будут еще возиться, поэтому даже ждать нет. Война с Грецией смысла уже не имеет. Давайте интеграцию земель. Не зря же Люксембург и Эльза составили. Ну и теперь объявляем войну. Призывать я буду только Канаду, чтобы с ее территории чисто иметь возможность атаковать. Ну и посмотрите, какая красота. Почти везде сразу же со старта давим. Да, они идеально. Да, они везде успешно. Но все-таки, о чем здесь говорить? Мы же давим. Северо-американская коалиция, при том здесь образуется. Уверенно заявляют. Верят в успех свой. Ну-ну. Мне кажется, у вас тут особых шансов-то и нет. Постараемся просто часть дивизии со старта закатлить. Тем самым упростить нам ситуацию и жизнь. Мы, конечно, очень активно теряем нефть сейчас. Я не спорю. Это проблема. Но нам как-то надо будет разобраться с этой проблемой чуть попозже. Возможно, сделать больше закупок. Может быть, еще что-нибудь. А здесь котел закончил. Ох, красота какая. Это не страшно. Здесь мы уже до Чикаго почти пробрались. Здесь тоже хорошо прорываемся. Единственная проблема, которая будет, это нехватка нефти. Нам придется в какой-то момент приостановить атаку. Но, опять же, это тоже небольшая проблема. С учетом того, что запасы у нас есть. Ну, я про танки именно легкие. Их очень много. 6 тысяч запасов. Это с учетом того, что я ту армию разместил. И меня радует, как здесь. Он новые дивизии пытается клепать. Как-то распределяет войска. Но уже все. Бостон мы сейчас тоже здесь забираем. И за все это время мы потеряли с вами... Кстати, 93 тысячи. Все-таки наши танки пробивают очень хорошо. Поэтому потери у нас большие. 23 января 41-го. Далмацию. Ну, держи. Я буду другом. Для итальянцев. Вашингтон забрали. Филадельфию сейчас здесь забираем. Так. Соединенные Мексико... О, нам еще с Мексикой придется бодаться. Ну и ладно. Знаете, это даже в какой-то степени удобно. Заодно еще и с Мексикой разобраться. Ну и все. У нас теперь нет нефти. У нас нет ресурсов. Немножко страдаем. О, а кстати. Ежедневный прирост 21 тысяча почти. Траты в 22. Ну, кстати. Не так уж и много. Мы сейчас с вами можем еще повысить добычу. Выжимаем с германской Ост-Инди еще по максимуму. С протектората здесь заберем. Здесь протектората. В общем-то нефти у нас на самом деле немало. С вассалов можем заиметь. Все равно не хватает. Да не, уже 28 тысяч. Должно уже хватать. Видимо, временное пополнение идет из-за этого. Давай здесь еще прибавим. 29 тысяч показывает. Траты максимальные. Как раз все. Пошло пополнение. Отлично. Просто надо было немножко подождать. Ну и все. Как только с нефтью все стало хорошо. Наша атака вновь продолжилась. Не встречаем особых проблем. Давайте, кстати, вот сюда вот на линию фронта. Продолжим сейчас действовать. А здесь можно вообще уже просто на прорыв провести танки. Чтобы вот этот вот северный блок прикрыть. Далее отправляют военную поддержку. Спасибо за пехотку и за допку. Ну что, что. Так эта поддержка вообще необходима. Ух. О, кстати, Сан-Франциско уже наш. Как-то даже немножко неожиданно. И все. Американцы почти пали. Здесь ставят совсем чуть-чуть. У меня вопрос. А на Мексику, скорее всего, не дадут, да? При таком раскладе. Потому что мы ее как бы не задели. Давай попытаемся добежать до нее. Не знаю, успеем ли. Скорее всего, да, должны успеть. Здесь танки наши особо не задерживают. О, кстати, хорошо-то как. Давай вот так вот. Победную территорию. А потом в Сан-Диего. Я думаю, нам этих победных очков должно хватить. Давай на прорыв. Все. Американцы, да. Пали. И мексиканцы тоже. Прекрасно. Победа над Мексикой. Победа над Америкой. Все. Можем делать вассалов. Да здравствует ужасно красивые границы. Но не переживайте. Это лишь на время, чтобы у нас были ресурсы отсюда. И нефть шла. Потом уже вернем обратно. Также вдобавок я забрал под свой контроль Панамский канал. Все-таки как-никак у нас с вами есть здесь проливы. Теперь еще и в Америке наши проливы. То есть мы основную торговлю контролируем. Ну и да. Немецкие. Кавайи. Ну а почему бы и нет. Можем себе позволить. Будет курорт. Чисто немецкий. Не кого-то там из вассалов. А чисто для немцев курорт. И кстати смотрите. 13 марта 41 года. А мы уже с вами подпилили и Америку. И еще и Мексику успели под шумочек забрать. Притом они стали идеальными для нас с вами вассалами. Комиссариатами. Которые дают очень много промки. 518. Давайте обновим. 612 фабрик. 365 военных. 223 фабрики. Теперь давайте армию переправлять в Европу. И в скором времени битва будет с советами. Выполнил второй венский арбитраж. Ну как бы обидится Румыния. Мировая напряга. Здесь обидится Венгрия. Давай передадим. Все-таки у нас Венгрия более присоединенная, чем Румыния. Поэтому нам это пойдет в плюс. Ну и теперь май. 70 дней. Это как раз примерно взятое сейчас Барбароссы. Но мы немножко к нему не успеваем. Нам еще надо антикомментировский пакт. Поэтому чуть-чуть попозже наше нападение будет. И это кстати лучше. Потому что мы будем нападать получается через 140 дней. То есть почти зимой. Интересно смогут ли наши танки зимой что-то сделать против советов. Давайте немножко усложним себе ситуацию. Хотя наверное для усложнения знаете что еще можно сделать? Дать советам побольше времени. То может быть имеет смысл сходить например на Швейцарию еще. Да имеет смысл. Потому что здесь немец зачем-то лезет. О 400 дней подожди. Так долго? Тогда антикомментировский пакт отменяем. И давайте сходим на Швейцарию. Все-таки Швейцария должна быть нашей. Попытаемся ее захватить танками. Танки в горы. Да. То что вы и хотели. Так еще и в укрепы. Ух. А тут укрепы до какого? Четвертого уровня. Второго. Шестого. Больно будет. Очень больно. Но мы поверим что у нас что-то выйдет. Ну что вы готовы этим полюбоваться? Танки в горы? Объявляем войну. Ну вопрос. С одной стороны пробьемся. Да. Посмотрите какая красота. Ух. Мда уж. Кажется кто-то этого не ожидал. Но это случилось. Наши танки уверенно прорвались. Отрезали здесь сейчас противника. Танки в горах что-то домов. Подождите. Ирландия. А. Ирландия со Швейцарией образовали альянс. Немножко неожиданно. Да ладно. Давайте тогда отменим здесь тренировочку. Половину наших. Отведем вот сюда вот. Ну и подавим еще Ирландию. Я так-то не против. Британию расширим немножко. У Швейцарии как я вижу уже шансов нет. Сюрих под нами. Здесь мы тоже сейчас проберемся. Ну и как бы швейцарская оборона сломлена. Конечно дебафа на атаку есть. Из-за местности минус 50. Но. Поддержка с воздуха. Опыт. Уже нивелирует. Притом еще государство. Навык командира. Планирование. Урон от вступательной тактики. И поэтому. Горы не горы. А какая разница. Мы все равно справляемся. Давайте уже антикомментарийский пакт возьмем. А здесь нам придется. Да. Вот этот вот участок тоже обязательно пробивать. Дело в том что Швейцария будет до последнего. Сражаться. Но как вы видите. Все. Сколько здесь войск. Просто вздумайтесь. 200 тысяч уже уничтожено. 500. 500 тысяч солдат почти. И большую часть армии именно тут повалили. Ну и все. Наша армия прибыла. Давай призываем к оружию британцев. И в атаку. Здесь наши новые модели танков. Вы посмотрите на эту красоту. Их не пробивают. Это средние танки. По сути тот же самый шаблон. Только здесь средние танки. Вместо легких. Показатели очень хорошо взлетели. Особенно прорыва. Ну и вы увидите. То как мы разрываем врага. Честно не понимаю зачем Ирландия. Вообще надо было сюда вступаться. На что она надеялась. Но в итоге это победа. И Швейцария. И Ирландия. Пали. В итоге Швейцария стала нашим вассалом. Кстати посмотрите. Какой цвет приятный. Вау. Приятный гетцвет у Швейцарии. Впервые просто такой вижу. Ну а здесь теперь Единая Британия. Я тоже не против такого расклада. Советско-немецкое торговое соглашение. Заканчивается в августе 41. И. Это интересный расклад. Что все прибалты присоединились. Но Эстония такая. Не. Я буду вассалом. Хотя скорее всего Ивен через время выйдет. И возможно они объединятся. Ну а мы с вами. Вот сейчас вот вопрос. Все таки напасть. Зимой. Это ведь тоже вполне себе сложно. Просто проблема в том. Что вот это вот. Посмотрите сюда. Мне показывает 100% успех на атаку. Это немножко грустно. С учетом того, что мы атакуем чисто легкими танками. Но проблема еще и в том, что даже если мы будем ждать, то Советы не смогут разобраться со всеми своими дебафами. Им надо воевать с Великой Державой, чтобы начать полную реформу. Хотя он уже и сейчас ее неплохо провел. Реорганизацию тоже сделал. Так что в целом. В целом. Совет готов. Это максимум, на что он способен. Поэтому давайте воспользуемся этим делом. И все же нападем сейчас. Ну не прямо сейчас, а еще через 70 дней. Как раз когда наступит зима. Промка конечно ужасная. Я честно говоря не знаю, как Ишка развивает, а за советов, что у нее такая слабая промка. 300 вполне себе можно попытаться добиться к этому моменту. Но они не могут. Так и нет. Мой вассал требует контроля над другим моим вассалом. Не-не-не-не-не-не. Хорти, сиди спокойно и не рыпайся. А вот теперь и проблемы Швейцарии. Налицо. Смотрите. Дивизия. Очередная, обученная вассалами. Но я не могу отдать ее вассалу. И распустить ее тоже не могу. Мне же так необходимо было ополчение. Ух. Ну кстати интересно, что это ополчение у Швейцарии имеет дебаф. Ополчение должно быть слабее на 50%. Но у меня это ополчение дебаф не имеет. Я конечно им пользоваться не собираюсь. И я бы его с радостью вернул. Но к сожалению это не продумано. И ополчение Швейцарии, которое является твоим вассалом, ты не можешь вернуть. Может быть рано или поздно это подправят. 2 декабря 41 года. Ну что ж, во-первых, я забираю все войска Польши, чтобы она не мешалась ими. Во-вторых, объявляем войну здесь. Призываем Польшу. И начинаем вторжение. Та-да-да-дам. Наш Блицкрик. Нам кстати на время даже операцию Барбаросса дали. 10% к атаке, кстати. Неплохо. Но отдаю должное. Советы, кстати, хорошо держатся. У них по 1000 оборона. Ух. Ух. Как больно. Знаете ли, это реально больно. Но. Но. Мы же тоже не такие простые ребятки. Мы сейчас здесь пропишем вот так вот. И постараемся выйти в своеобразные котлы. 28 танков. Ты что, с ума сошел? В одну провинцию. 28 танков. 10. Это отдельный вид искусства, видимо. А, все. Котел готов. Посмотрите вот на эту красоту. И такой уж большой, конечно. Если бы постараться, можно было бы и больше организовать. Но все же. Где-то дивизии 30. Закрыто. Уже 190 тысяч потерь. У нас, правда, тоже соточка. А здесь, я как вижу, можно прорваться вот сюда, вот в Ригу. Так что давайте. Здесь тоже. Закотлили немножко дивизий. Ну и смотри, до конца прям держатся. Молодцы, молодцы. Не сдаются. Все-таки наши танки не так идеально пробивают. При том, их то могут пробить, то нет. И все. Закрыли. 558 тысяч потерь. Ну что, месяц после начала противостояния. Удар чисто с севера. Взяли Минск-Витебск. Здесь, конечно, особых успехов в продвижении нет. Но я и не надеялся на эти территории. Здесь мы с вами делаем котел. Успеем? Да, отлично. А то он хотел нас задержать. Но у него теперь шансов нет. Здесь тоже прорвались. А здесь меня больше всего радует. Вы посмотрите на эту красоту. Просто чисто к Москве. Игнорируя все остальные территории. Чисто в Москву рвемся. И, как я вижу, мы успеем добраться до Москвы. Ну-ка, интересно. Получается, за месяц небольшим, после начала противостояния, мы сейчас возьмем Москву. Не, уже здесь держат, смотри-ка. Здесь прям вовсю пытаются сдерживать. Ну, как бы, держи. Еще и снабжение, кстати, страдает, потому что я узлы-то не забирал. Ладно, все-таки прям до Москвы и блицкрик не удается. Снабжения не хватает, серьезно? А, ну да, у нас еще дороги даже не все подошли. Мы слишком быстро захватываем, дороги не успевают подходить. Серьезно, выбьет? Не, давай вынужденную оборону. Ты же не сможешь танки выбить. Серьезно, такая-такая хорошая у дивизии. Что за шаблончик-то такой? А, арты очень много, я понял. Чисто артой пытается нас взаимодействовать. Так, здесь уже под Москвой. Здесь к Ленинграду приближаемся. Ну, и я надеюсь, что нам все-таки дадут вот этот финальный рывочек прорвать. Спасибо. Италия опять зачем-то нам добровольцев шлет. Ну и да, наши танки, конечно, увязают. Погода, ночь, местность, штрафы, нехватка припасов. Все-таки очень сильно сказывается. Ну и давайте, кстати, укрепить национальный дух. Мы же все-таки победители. Правда, вот Советов разорвать не можем. В Бессарабии прям все хорошо у них. Власов попал в плен. Попадай. Там какие-то дивизии надавали. Опять швейцарское ополчение. Да что ж ты будешь делать? Я вообще швейцарские войска, что ли, удалять не могу теперь. Походу, да. Все швейцарские дивизии не могу удалить. Все армии могу распустить. Но вот эти вот швейцарские дивизии... Нет. Поломанная Швейцария выходит какая-то. Кстати, вы, наверное, удивитесь, что тут мои танки истощаются. Да, истощаются. Но запасы у нас есть. Но просто они истощаются, потому что им сюда ничего нормально не доставляется. Так что не удивляйтесь. Так-то танки как бы с оснащением. Но вот выходит, что не совсем с полным. 9 марта 42-го падения Москвы. Получается, ну, долго на самом деле шли. Долго бились за Москву. Спору нет. Все-таки я мало танков приготовил. С учетом того, что у меня легких танков еще в запасах 20 тысяч. Можно было еще несколько армий. И тогда бы Блицкрик вышел получше. Не то, как он сейчас выглядел. Но я не жалуюсь. Конечно, часть дивизион увел. Но здесь котел есть. Притом хороший. Мне, конечно, опять же не радуют мои войска, которые решили вот здесь вот расположиться. Здесь тоже котел организован. Здесь же можем зайти. И окружить наконец-таки Ленинград. В марте 42-го. Все, Ленинград в котле. Правда, он долго в котле не останется. Мы его с вами сейчас еще и прикроем. В это же время тут. Ну да, здесь прям, знаешь, бои за Одессу. Ну тут прям оборона до последнего. Прям верят в успех. Стоят до конца. Но все. Ух, Одесса пала. Правда, это мало что дает. Потому что еще здесь вот порт есть. Но мы уже атакуем этот порт. Не даем ему здесь закрепиться. Тем самым он сейчас вот эту вот армию тоже потеряет. По потерям до 700 тысяч. Один к одному, кстати, потери примерно идут. Так что, знаете, не очень-то и успешно мы с вами все-таки себя здесь показываем. Притом легкие устаревшие танки все-таки дают о себе знать. Мы не так идеально прорываемся. Но все. Это тоже котел. Падение Ленинграда 5 апреля 42-го. И сколько же мы сейчас вот здесь вот закроем солдат? Уже миллион двести. Сейчас еще прикроем вот это вот добро. Должно еще повыше стать. Притом вот здесь вот 15 дивизий также есть. Которые, несмотря на все попытки обороны, все-таки должны уйти. Ага. Ага. Ладно. Мы сейчас сделаем вот так вот. Потом вот так вот. Я верю, что они сделают правильный выбор. Миллион шестьсот. Наполовину уже капитулировали совета. Но, конечно, сейчас уже продвижение очень тяжелое идет. Вот. Хоть у них вроде бы войск стало меньше, но и у нас с вами войск все равно меньше, чем у них. Да и фронт широкий, поэтому один наш танк с трудом прорывает одну их пехотную дивизию. Но все же мы сейчас закроем вот здесь вот. Уничтожим танки, которые, между прочим, могли бы ему подсобить где-нибудь. Давайте на Кавказ. Не сказать, что нам очень нефть нужна. С учетом того, что у нас даже потерь особых нет. Нам хватает своих ресурсов. Давай, давай. 14 танковых дивизий против одной вражеской. Ух, справились все-таки. Молодцы. Ворвемся немного так в подбрюше. Севастополь тоже пал 27 апреля 42-го. Ну и все, вы видите эти границы. Почти половина капитуляции, миллион семьсот потерь. Ну и мы с вами уже истощили почти полностью пул наших рекрутов. Ну и да, с тяжелым, с трудом. Но идем вперед. Я уже не буду делать ручные котлы. Просто на автоплане будем дальше давить. Чтобы хоть какие-то шансы... А, он все равно делает котлы. Ну ладно. Он все равно делает котлы и без меня. Пусть будет так. Июнь 42-го года. Приближаемся к Сталинграду. Скоро его сможем захватить. Но вы можете заценить линию фронта. На время встрянем. Потому что у нас плохо со снабжением. Дадим возможность нашим войскам оснащение получить. Заодно советую чуть-чуть камбэкнуть. Я в целом-то не против. Самое обидное, конечно, что под Сталинградом чуть-чуть осталось. Но придется подождать. 22 ноября 42-го. Мои войска восстановились. Пополнили резервы. Дело в том, что у нас с вами танки уменьшились. Допки не хватало. Но мы немножко посидели, отдохнули. Теперь пошли вновь в атаку. Уверенную, в хорошую. Давайте, кстати, на прорыв. Здесь нас пытаются немножко контратаковать. Но это не страшно. Даже если немного выбьют с Кавказа. Не критично. Самое важное, добраться уже до Сталинграда. Разрезать, наконец, таких снабжений. Хотя оно уже разрезано. Ведь подожди-ка. Да, у них уже снабжения с этой территории нет. Они здесь без снабжения. Так что сейчас нанесем окончательный удар. И я думаю, в скором времени одержим победу. За это время я сделал рейс-комиссарят Украину. И, кстати, вопрос. Остланд, да, можем сделать? Вильнюс, Велико. А, нам нужны территории от Польши. Ну, я могу быстренько, наверное, это с помощью моды сейчас передать. Чисто, чтобы посмотреть на воссоздаваемые территории. Давайте. Все. Вот такие вот территории должны быть. Давай воссоздаем. Воссала здесь. Остланд. Ух ты ж. Подправили, наконец-то. Раньше он воссоздавался с рядом не сделанных территорий. Теперь все норм. Два воссала есть. Не тратим здесь на содержание. Вдобавок к этому. Пускай будут воссалы. Нам что, плохо? Жалко, конечно, что немного неудобно будет в границе вот здесь. Вот Румыния все не получит под себя. Но в целом сойдет. Еще было бы неплохо. У нас, интересно, есть решение на создание Великой Германии. Вроде бы до этого оно проскальзывало. Надеюсь, и сейчас будет, и мы сможем создать Великую Германию. Хотя, видимо, из-за того, что мы уже победили, и мы разобрались с союзниками, нам уже это недоступно. В феврале 43-го приближаемся к Сталинграду. Притом мы здесь, наконец-таки, сделали котел. А то нам немного мешали. Пытается меня под Сталинградом выбить, но у него шансов уже нет. Добавок к этому сейчас еще войска под... А, ладно. Есть все-таки шансы. И Гвинея нападает. Что, простите? Ага. Гвинея решила восстать против Франции. Фашистская. И японцы пошли на Советов. А, японцы, знаете, почему пошли на Советов? Подожди, нет, на Советов-то они почему пошли? Это я не понял. Гвинея просто освободилась, напала на нас. Так как она напала на нас, то, видимо, вступились японцы. Но при чем тут Советы? Неужели из-за Мексики, которая тоже восстала на нас, напала и в Альянс вошла? Ну, ладно. И Гвинея мир. Эй, подожди, я не соглашался на мир на статусе. Что? Эфиопия мой вассал, но при этом она создала Альянс с другой африканской страной, которая воевала против меня. Ладно. Игра, видимо, продолжает ломаться. Начинаем бои за Сталинград. Наши танки здесь, конечно, с минусами воюют. Из-за этого немного сложно. И будь это пехота, здесь вообще не было бы таких проблем. Но танки в Советском Союзе это отдельный разговор. Но, к счастью, прибывают более-менее тяжелые модельки, у которых хоть атака приятная и прорыва побольше. Благодаря этому Сталинград. Наконец-то. В марте 43-го. Подумайте, мы просто в начале противостояния все основные города взяли, но Сталинград только сейчас. Все. Советы, правда, еще живы-здоровы. И мы потеряли, если что, 2,5 миллиона на 3 миллиона. Потеря один к одному. Но все-таки границы приятные. Ну и японцы нам чуть облегчат ситуацию. Они смогут занять Владивосток. И нам не придется так долго сражаться. Красиво прорвались к Жевску. И у Советов еще так много. 20 процентов. Да вы издеваетесь? А. Не. Это просто японцы немножко издеваются. Все нормально. Следом я еще и Пермь забрал. И теперь, как бы это странно не было, но у них нет снабжения. Да, да, да. Я отрезал от снабжения все основные войска Советского Союза. Ну, за исключением того, что вот здесь еще, ладно, снабжение есть. Но я могу сделать и здесь тоже красоту. Давайте наши танки пустим вниз. Притом они даже здесь хорошо прорывают. Отлично. Давай, вперед. О, смотри как. Вовремя зашли. Я притом на всей линии фронта начал атаку. Тяжело, конечно, потери большие. Но снаряга есть, поэтому можем себе это позволить. Все дороги просто, знаешь, так перерезали. Ворвались прям в центр. Ну и еще остается 16 процентов, между прочим, у Советского Союза. Здесь победные территории все-таки сохранились. Но Кавказ и атаку. И Владивосток в котле. Японцы сейчас его тоже заберут. Я так понимаю, в 43-м мы все-таки сможем одержать победу. А в итоге множество котлов. Просто прорыв. Я никогда так далеко не заходил в Советский Союз. Но в этот раз пришлось. И Баку, да, Кавказ прям держится до последнего. Но и здесь мои танки уже все разрывают. Так что советам осталось чуть-чуть. Но отдаю должное. Все-таки танками, чисто танками против Советов это ужас. Не потому что танки слабые. Нет, а потому что со снабжением в какой-то момент начинаются проблемы. А танки без снабжения это вообще жесть. Ведь они без снабжения мало на что способны. Ну все, здесь уже огромные потери и остаточки. 18-20. 9 июня 43-го. Падение Баку. И это победа. Мирная конференция подходит к концу. Мне интересно, что тут с Мексикой сотворили. Потому что я сюда не влазил. Надеюсь, здесь что-то приятное. Да. Здесь единый вассал. Правда, где опять же в скором времени будет восстание. Здесь вообще фашизма нет. Чисто коммунизм и демократия. Видимо, на вечные веки там проблемы. А так у нас рейс-комиссариат Московия. Полюбуйтесь. Родзаевский у руля. Здесь у нас рейс-комиссариат Украина. Осланд. Новая Монгольская империя. Тувинская националистическая республика. И да. 10 июня 43-го мы наконец-таки одержали победу. Это было сложно. Это было долго. Мы очень большие потери в людских ресурсах понесли. Потому что, считайте, у нас 10% служба. Она, конечно, еще не полностью заполнилась. Но все равно мы потеряли очень много солдат. Все же пехоты, если бы давил, таких бы потерь не было. Теперь, как и обещал под финалочку, давайте создадим парадную танковую дивизию. Вот оно чудо нашего строя. Не смотрите на очень слабые характеристики. Дело в том, что это базовые модельки. Я чисто надел базовые модельки без максимальных улучшений. Ужас. Никогда не делал столько разных вариаций танков. Но они здесь все воссозданы. Притом, кстати, интересно. Мне не удалось делать на основе сверхтяжа плавающий танк. Видимо, сверхтяжелый плавающий танк недоступен. Здесь можно добавить устройство для плавания. И даже включить, кстати, можно плавающий танк. Но, к сожалению, он будет писать, что требуется устройство для плавания. Сколько его не добавляй. Что, как здесь не меняй, ничего не поменяется. Видимо, сверхтяжи все-таки плавучими сделать не выйдет. Но вот тяжи, да, пожалуйста. То есть тяжелые, средние, легкие танки. Без проблем. В итоге вы видите. Линия обычных танков. Линия ЗСУ. Линия САУ. Линия ПТ-установок. И линия плавающих танков. Ну, а здесь четвертое. Это просто чисто амфибия. Вот такой вот шаблончик. Организация всего в десяточку. Но, кстати, если что, организацию очень легко можно подправив, добавив сюда роты. Которые много организации дают. Саперку там, например. Потом бронероту сделать. Среднеогнеметную роту добавить. Ротообеспечение. Чтобы хотя бы расходы были не такие плачевные. Ну и уже 11 организаций. Прочность в 30. Что вообще ужасно. Но у нас есть наша парадная дивизия танков. Такая вот небольшая финалочка. Можете заценить ее цену. Опять же, с учетом того, что танки не максимально улучшенные. В 17 с лишним тысяч. И сколько всего надо. Разного, разного, разного оборудования. Жесть. Ну вот. Думаю, неплохой финал для данного прохождения. Мы с вами победили за немцев все основные страны. Ось. Великая и сильная. Поломанная Швейцария со своими дивизиями. Поломанная также Эфиопия, которая выходит из альянса. Остается при этом вассалом. Но создает другой альянс. В общем, одно чинят, другое ломается. Это хойка. Тут ничего удивительного. Спасибо за просмотр. Поддерживайте ролик лайками, если он вам зашел. Ну и до скорых встреч в новых видео. Продолжение следует.